я все-таки сделала себе ну до обеда но еще час наверное поменьше а я попью цикорий хотела кофе но думаю ладно проснусь и так это у меня такое редко ребята но бывает раз в полгода наверное то ли накапливается вот это недосыпание то ли ты узнает что меня вырубает после завтрака я ложусь и сплю вот ну потому что раньше 12 я не ложусь не как бы нормально положено спать 78 часов до у меня так и получается в 12 я ложусь сплю до восьми ну бывает засну не сразу усну не сразу лиля это просто цикорий да что хотела ребята вот попью цикорий и и заодно хочу вам показать и сама посмотреть какие семена у меня есть что мне еще надо потому что семена у меня тут кое-какие есть а уже как вы знаете скоро посевная начинается да вот ну помидоры мне прислала леночка спасибо ей большое лена канал в гостях у елены я вам говорила рассказывала кому нужны помидоры зайдите она занимается помидорами вот высылает семена помидор сама выращивает помидоры и высылает семена помидор у нее есть каталог вот ссылочку оставлю под видео если кому-то интересно помидоры помидоры вообще замечательно каких каких только нет помидор очень много очень разные все но и очень вкусные так что так а у меня я вот набрала вот взяла вот этот золотой шар цветов набрала этих многолетников многолетников хочу посадить ой чего я тут набрала это уже все цветы закончились золотой шар мне он очень нравится знаете растет такой высокий и цветет желтым таким ярко желтым вот посажу а ну да до 120 сантиметров высотой 67 сантиметром диаметре 7 с июля по октябрь цветет вот книфофия какая-то такая вот мне понравилась такая вот интересная это тоже многолетник взяла но это все пойдет на рассаду на рассаду я теперь поняла как сеять вот он посеяла в прошлом году эту мелису все не могла ее посеять потому что там семена маленькие это вот так засеяла она у меня щеткой взошло я его вырастила до такой вот уже прям куст был в этом такой ком хороший корни вот я его высадила он хорошо принялся не знаю как перезимует два кустами леса там у меня а мелиса очень вкусно чай из мелисы очень вкусный так вот мелко лепестник роза июля вот такая вот посмотрим седум седум сельского лисе дом звезды в изумруде вот такой это все многолетники ребята попробую не факт что у меня получится вырастить их но попробую вот и остильбу взяла такая смесь такая вот осильба у меня ребята ногти съехали все на этой руке на этой руке вот видите маникюр она это и сейчас позвоню узнаю на когда там записаться почему-то все сползло после того как я била масло почему вот наверное банку банку так прижимала вот наверное болтала ею и так получилось ну ладно это все мелочи аквилегия вот аквилегия мне тоже нравится это тоже многолетник семейство лютиковые лютиковые вот такая вот аквилегия вот говорила не буду не буду ненамн на калитники многолетники надо посадил и забыл это неоднолетники которые вот каждый год надо не но каждый год я сажаю этим чернобривки бархатцы или чернобривки по-украински чернобривки на сияла маты найти такую песню вот они у меня так лаванда лавандочку еще посею там у меня есть кустик катюша бессараб не прислала растет спасибо катя вот посею еще сколько пыталась посеять не знаю раза три уже наверно пыталась посеять лаванду и она у меня не не получается высаживаю я ее в землю и все и она не растет вот поэтому буду делать вот так вот пока не вырастет хороший куст в лотке высаживать не буду и вот чернобривки бархатцы вот такие в этом году посею не хочу всяких лимонных и апельсиновых не хочу вот такие обычные посею ростом 25-30 сантиметров на 7 посею прямо в грунт не буду сеять рассадой посею прямо в грунт а и травку вот такую взяла ковырь фейерверк и овсяница сизая нравится мне такие травки кустики такие вот нравится не знаю еще где я это все насажу не хочу делать новые клумбы потому что очень тяжело на них вырывать траву а полоть полоть можно полоть но если дождей нет а если идут дожди 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 трава прет 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 полоть ее невозможно потому что сыра она прет надо вырывать все руками такое у нас бывает да ну ладно так огурцы я взяла кураж еще хочу одни огурцы взять но это салат салат вот такой обычный салат дубрава называется вот 60 65 дней долго надо было брать какой-нибудь но посмотрю еще надо вот надо записать все что мне надо будет и взять еще подкупить огурцы взяла кураж спрашивают трюкач трюкача пока нет и хочу еще посоветовали мне марс очень хорошие огурцы вот ну это кураж кураж я сею уже не первый год очень хорошие огурчики мне нравятся вот так что взяла так морковку взяла лагуна тоже мне посоветовали валя посоветовала наша у которой мы пьем кофе в магазине посоветовала вот такую морковку говорит я ее сажаю каждый год вот очень хорошая морковка 5 граммов семян но они такие в гранулах знаете вот профессиональные семена в любительской упаковке так тыкву взяла славянка вот такая крупноплодная крупноплодная не хотелось мне крупноплодную покупать но я искала скороспелый сорт надо еще посмотреть скороспелый но мелкую надо спросить до тыква в прошлом году у меня выросла одна тыква одна штука ни один ни один куст а на кусту вот одна тыква и и все и взяла физалис перуанский а он интересно он однолетний не написано наверное однолетний ароматная очень вкусная плоды для компотов и джемом вот хочу джем сварить если вырастет такой вот физалис и здесь у меня осталось рукола покер вот такая вот это я брала осенью чтобы посеять в теплице но не смотрела ну конечно парни померзла сейчас такие морозы были сейчас она замерзла уже а так вот я недавно собирала руколу в теплице так классно она у меня еще коробочки там стоит контейнеры в пластиковом холодильнике вот так что что еще надо еще хочу вот огурцы взять трюкач мне советовали многие советовали трюкач посеять и вот марс перец перец перца у меня нет они перец мне прислала леночка до леночка мне прислала помидоры и перец так что перец у меня есть перец помидоры свеклы нет огурцы есть салат есть рукава есть вот надо свеклу и тыкву еще спрошу вот эту мелкую какую то я брала в прошлом году вот она растет около килограмма маленькая такая вот это вот хорошая была бы тыква такая вот как бы порционная для нашей семьи до небольшая то ли карамелька называлась то ли как то надо вот спросить ну пускай она будет не средне спела не не ранне спелая пускай будут средне спелая но маленькая вот такие семена ребята а вы уже все семена приготовили а что ты там ковыряешь вот разбор полета а я уже подумал сегодня об этом что ты подумал подумал об этом надо разложить потому что скоро юрик приедет да а у нас кульки еще не готовы чего ты всем поровну всем вот как положено по две конфетки по две каких по три таких вот мы всегда каждый год покупаем вот так вот сами набираем конфет и рис кис кис и сами раскладываем пакеты им вон праздничные пакеты вот такие вот покажи девушек сейчас разложим по конфетам по пакетам три вот а подарки подарки мы уже отправили да вот мы отправляем им денежки на подарки и они сами себе покупают что хотят так ребенку же самому будет интересно выбрать правда пакет магазин и выбрать игрушку которую вот он сам захочет которую сам увидит да так такие риски еще по две хватит еще по две хватит еще по две хватит вот так вот всем чтоб никого не обидеть ой какие интересные мартик 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 вот еще три иристи это левушка левушка где-то я не нашла одна конфета была левушка вот здесь так и еще по одной конфетке ну кому то не будет потому что ириски я брала просто так вот вот и здесь у нас еще осталось вот такие печеньки что ли вот и по киндеру всем по киндеру вот так вот такой вот будет у нас набор конца вот теперь сложу в эти вот готово а по две да две две чтобы не смешалось чтобы не обидеть никого вот вот такие вот сколько вышло где-то насколько мы на полторы тысячи где-то набрали да конфет ну не важно да не ну и кому то интересно сколько будет стоить такой набор а а где-то вот около пятиста рублей ну меньше потому что там было тысячу четыреста а ну и эти а ну с этими было тысячу четыреста чем-то около пятиста рублей набор сколько здесь грамм не знаю около килограмма наверное даже больше больше килограмм потому что конфеты по четыреста рублей все в общем-то как-то так сейчас сложно вот вот такие вот получились подарочки пылочки сейчас взвешу вот килограмм по килограмму ну и ладно вот 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 так вот под елочку ну все лёшек ну что ставить пельмешки да ты уже проголодался лёшек перекусил колбаски ладно сейчас поставлю пельмешки будем обедать luggage «일 нап嗅» выберу перебление надо под вопрос